Всегда приятно побеждать, причем при своих болельщиках. Хотелось бы, наверное, в первую очередь и команду поздравить, и отметить. Всегда говорю, что вы имели особенную атмосферу на трибунах. И знаете, даже когда мы были в Греции, когда играли с Арисом, и посмотрели, когда первая игра была, реакцию на наш первый гол, который забил Афи на 11 минуты. Это была какая-то фантастика. Мы ощущали поддержку даже за пределами страны, и хотелось сегодня благодарить тех людей, которые пришли на садион. Спасибо большое, Анастасия. Возможно, повлияло, потому что столкнулись с хорошей командой, попытались все хорошее перенять, столкнулись с тем, что скорости намного выше, сопротивление намного жестче, и попытались это все применить уже непосредственно в чемпионате. Понятно, что посмотрели, к чему надо стремиться, и будем стремиться улучшать свои действия. Владимир Владимирович, критика, ласка, у вас пришли на гол. Это все-таки недоречность обороны команды, Гомель, и все-таки заслуга Арсенала. Некогда нечисли. Мы и обороняемся всей командой, и атакуем всей командой. Это все-таки коллективные спорты. Но и индивидуальное мастерство игроков Арсенала тоже нельзя сбрасывать со счетов. То есть, наверное, это ошибка обороны. И позволили просто сопернику отыграть один мяч. Были моменты возле наших ворот, хотели их, чтобы было как можно меньше, но они возникали, и один из моментов завершился взятием. Где-то не досмотрели, мы доработали. И другое pytanie. Ну, я за вами вас не зрел, но мальчик, как бы, вовсе в уню. Мне подалось, что вы сегодня были свыше эмоцийными, чем у кореньевых у них. Чем это можно быть сказано? Так как бы я еще не скажу про лик на табло, здесь было 1-0, а ей эмоции вы сегодня не пропускали смело? Ну, я за собой не замечал. Просто, как и все игры, очень хочется выиграть. Почему? Вопрос в том, что вы решили стать Ковалевым. Все-таки это неудачная игра с удовольствием, или же просто решили вратацию прости? И сегодня отмах провелся в садов. Вы могли брать, я думаю, что в сегодняшний матч сыграет Олег Ковалев. Какие решения вы проводите? Ну, провели ротацию, потому что Денис непривычно много играл. Все-таки накапливается усталость физическая, психологическая. И у нас достаточно равноценные вратари на эту позицию. И решили, что Олег сыграет, тем более у него и опыт, и довольно качественные врата. И, в принципе, не ошиблись. Спасибо. Ну, еще вопрос, Владимир Владимирович. В прошлый раз, после игры с Минском, я задавал вопрос о нападающих, потому что было мало голов. Мы сейчас целых четыре разразились, и все практически забили, красивые голы. Может быть, о том, что проблемы, которые были, в том числе, и психологические, уже позади? Поживем, увидим. Тут так однозначно не надо говорить. Все-таки забивают голы не только нападающие. Я же говорю, это командная игра, и группа атаки, защитники могут отличиться, даже может и вратарь отличиться. Тут в футболе всякое бывает. Но мы все-таки работаем над тем, чтобы у нас были более качественные и результативные действия в атаке. Над этим работаем. Мы этому уделяем много внимания. Я буду очень рад, если дальше будет еще так же складываться. И мы будем много забивать и радовать болельщиков, себя и всех, кто за нас переживает. Еще вопрос. У вас сегодня появился Денис Хозловский за битбол. Как вы вообще цените его влеченность в командные действия уже готовы? Он активировался? Мы его приобретали для того, чтобы приносил пользу. Именно с таким прицелом. Сегодня забил, дай бог, чтобы дальше увеличивал свои показатели. Бог плюс пас. Это будет только всем на пользу. Вы увидели сегодня объятия ваши с надуолой, потом объятия с болельщиками. Можете что-то сказать? Хороший футболист. Поэтому качественный, довольно неплохие у него качества, которые он проявляет положительным. Дай бог, чтобы он исправлял недостатки и закреплял свои души качества. Хотелось бы ему пожелать дальнейшего профессионального роста и всего хорошего. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ